Всем привет! Добро пожаловать на продолжение урока по службе аудиосервис. Это вторая часть. В первой мы научились, мы создали, как на сайте написан, шаблончик, небольшой аудиоплеер модуль, который позволяет нам подгружать музыку и звуки, и потом без задержки их проигрывать в нашей игре. Но сегодня на этом уроке я попробую вместе с вами. В реальном времени, я еще не пробовал, дописать до нормальной функциональности этот модуль. Потом вы можете его использовать бесплатно и даже без ссылок на меня, если вам понравится. И можете предложения свои в комментариях оставить, что еще нужно туда написать. Итак, какие изменения по сравнению с первым уроком? У нас была единственная кнопка, я ее назвал по-русски, пододвинул. И добавил заготовки кнопок, кнопки, никакая функциональность у них не прописана. И еще отключил автопроигрывание музыки при загрузке. Так что я оставил только локальный скрипт. Вот у нас остался, смотрите, где у нас модуль. В Replicated Storage наш модуль, аудиоплеер. Вот он. Здесь мы будем дописывать, здесь я буду дописывать недостающие функции нашего менеджера звукового. Так, а вот в этом локальном скрипте, который видите микроскопически сколько тут, 31 строчка. Я буду загружать конкретно на компьютер игрока звук клика и три музыкальных трека. Вот эти музыкальные треки я скопировал, у нас где-то был тут скрипт. Еще. Да, я его закомментировал, чтобы он не запускался. Так, вот он здесь. Видите, я все закомментировал. Давайте я так закомментировал. Не хочу просто его удалять. Все. Здесь у нас включалась фоновая музыка. Не смотрим на этот скрипт. У нас, значит, остался наш модуль. Аудиоплеер. Вот он. Аудиоплеер. И скрин ГУИ. И локальный скрипт. Я для удобства обращения к кнопкам, кнопки разместил, скрипт разместил не внутри кнопки. И не кнопку внутри папочки с локальным скриптом. А все вместе у нас здесь лежат. Так, ну и вы видите, что у меня во фрейме эти кнопки, я ими хочу громкость выше-нише делать. Я их поместил во фрейм. Фрейм назвал Volume. Ну, сейчас посмотрим, как у нас. Так. Так, это текущий трек, который будет играть. Пока мы не нажали никакую кнопку. Или не выбрали никакой трек музыкальный. Если мы нажмем кнопку Play. Играй музыку. То у нас будет играть текущий трек. Значит, вот эти три кнопки, они должны выбирать текущий трек. Первый, второй, третий. По уму, конечно, нужно, когда выбираешь трек, проверять, там играет музыка или нет. Но мы будем... Ну, я вам покажу, что мы сделаем. Будем делать попроще, но функционально. Так, текущая громкость. В этой переменной Current Volume у нас будет храниться громкость. Пока это нигде не используется, потому что в модуле у нас ничего не дописано. Так, я единственное сделал ссылки на кнопки, чтобы можно было писать. Вот, видите, у нас единственная кнопка с первого урока осталась. Мы когда запускаем, мы можем на нее кликнуть. И там подгруженный звук. Вот, слышите, да? Он кликает. Кстати, забавно. Если вы не смотрели мой урок про модули, или вообще уроки про модули, я напомню. Смотрите, модуль-то у нас лежит в одном месте, вот здесь, AudioPlayer. Мы его подгружаем из локального скрипта, и мы его еще подгружали... Так, ну мы тоже, правда, из локального скрипта. Но могли подгрузить этот же модуль из обычного скрипта. И вы знаете, что, как бы сказать, окружение для переменных функций, оно разделено для локальных скриптов и для обычных. Но они имеют доступ к этому модулю. Так что модуль мы смогли спокойно загрузить и там, и там. Но все загруженные звуки, скорее всего, нужно уточнить, не были бы реплицированы. Тут кое-что про локальный звук я изменю в нашем модуле. Сейчас мы дойдем до этого. Там тоже есть нюансы небольшие. Итак, здесь же грузится звук. Здесь же я загрузил три мелодии. Окей. Так, ну давайте, что теперь нужно сделать? Давайте попробуем сделать, чтобы хотя бы начала играть музыка. Так что мы button.play сейчас попробуем запрограммируем. У нас уже вся функциональность есть. Так, button. Длинное, конечно, здесь название. Ну ладно, пусть так будет. А! Я буду делать это все безымянными функциями. Так, функцион. Нет. Вот так. И никакие нам названия не нужны. А то замучаемся писать, печатать. Так. Как у нас кнопка называется? Button.play. Button.play. Так, а играть музыку нам нужно не simple click. Нужно играть текущую. Текущая, где у нас текущий трек хранится в этой переменной. Так. Отлично. Ну давайте попробуем. Если я нажимаю, он начинает заново играть. Ладно. Ничего страшного. Так. Давайте теперь выбор трека сделаем. Это, наверное, очень просто. Так. Select Track 1. Так. И я еще не знаю, что мы будем. Current Track. Где у нас там первый трек? Lucid. Давайте-ка я вот так скопирую, чтобы мне далеко. Ctrl-C здесь пусть пока побудет. Так. Вот этот текст. Ctrl-X, Ctrl-F вставил. Сейчас сделаем для второго, для третьего трека. Так. Для второго здесь двойку ставим. Потому что я кнопку переименовал. Тоже переименовываю эти кнопки так, чтобы они имели какой-то смысл. К сожалению, русский язык здесь не везде можно использовать. Так что лучше английскими буквами. И так. Сейчас должно работать три кнопки выбора трека. На самом деле выбор это просто в переменную. Вот, например, сейчас в переменной должен быть трек номер два. Играем. О. Так, третий трек. Опять играть. Опа. А у нас старый трек не перестает играть. Ну что ж, ребята. Треки выбираются, по крайней мере. Но предыдущая играющая песня, она не прекращает играть. Так, что мы будем делать? У нас нет в нашем модуле Audio Player. Нет функции для остановки. Проигрывания. И давайте будем... Так, не Play Audio, а сделаем паузу. Это так наша функция будет называться. Также ей передаем... О, кстати, ребят, у меня здесь комментарий, чтобы я не забыл вам сказать. Так, тут мы тоже убираем. Громкость. Для громкости мы отдельно сделаем функцию. Так. Так, так, так. Ага. Смотрите. Если мы в нашем сервисе используем... Так, вот здесь мы смотрим, где у нас Sound Service. Вот он Sound Service. Давайте View. Свойства. Так. Вот. Respect Filtering Enabled. Если у нас галочку отсюда снять, то любая музыка, которую играет локальный плеер из локального скрипта даже, она будет реплицироваться и будет играть. И ее будут слышать другие игроки. Но сейчас по умолчанию в настройках нашей службы Sound Service, вот эта галка установлена. Это означает, что все локальные звуки, который мы запускаем с помощью вот этой функции Play, она будет слышна только игроку. При условии, если у нас вызов идет из локального скрипта. В общем, автоматически это проверяется. Но, в принципе, вот есть, я предлагаю даже воспользоваться, есть такой вот, как здесь было, да, вот так. Есть аналог функции Play, Play Local Sound, чтобы точно играло только у игрока. Но вот зачем вам какофонию из окружающей музыки, чтобы ее слышали все остальные? Или вы можете каждому игроку сделать гуишку, где в радиоприемнике он любимую свою мелодию, например, выбирает и не зависит от других игроков, что он слышит только то, что он слышит. Или, например, какое-нибудь у него устройство, которое пикает при нахождении мины. Совершенно не хочется, чтобы, ну, он в наушниках, допустим, да, ваш игрок, чтобы рядом идущие игроки услышали тоже пик мина. Они могут подумать, что это их миноискатель, допустим, сработал на мины. Ну, ладно, не важно. Так, ну, возможно, тогда третьего урока и не нужно будет, что мы во втором уроке все раскроем. Так, возвращаемся к остановке проигрывания. Здесь все нормально, здесь мы ищем по нашему имени трека, по вот этому, по тексту. Мы ищем ID, не ID даже, а у нас уже загруженная музыка. Мы, в общем, получаем ссылку на этот звук. Так, если не загружен, если аудио не загружено, то, наверное, мы просто... Ой, здесь же нужно исправить. Мы, наверное, завершим работу просто. Return. Вот, а если звук у нас найден, то мы делаем аудио загруженный звук. Wait. Подождать. Так. Так. Что здесь wait? А-а-а-а, здесь просто нужно... Эта строчка ожидает до загрузки музыки. Окей. Так, ну, нам ждать не нужно. Нам нужно просто... Так, сейчас давайте посмотрим, как у нас какие-то функции есть. По-моему, там просто пауза. Да, пауза. Пауза с большой буквы. Ну, и пишем пауза. Вот. Ну, пусть это сообщение об ошибке остается. Не важно, оно срабатывать не будет. Так, у нас уже есть пауза. Давайте воспользуемся. Так, где у нас play был? Play, play, play. Вот он. Сейчас сделаем то же самое для паузы. Так. У меня стоп называется. Ну, ладно. Button, стоп. Стоп. И мы здесь сделаем паузу. Вы знаете, чем пауза от стопа отличается? Когда мы делаем стоп функцией, то не просто останавливается песня, она еще перематывается в самое начало. Так что, когда мы нажмем play, то она продолжится не с того места, где остановилась, а опять с самого начала. А пауза как раз... Пауза, пауза. Да. Она запоминает, в каком месте вы остановились. Что можно с этого же места продолжить проигрывать. Это важно для музыки. Так, button, стоп. Пауза, надо button, стоп. Все нормально. Так, ребят, давайте-ка я переменую. Стоп, пауза. Пауза. Так, и вот здесь я тоже не стоп. Где-то по-русски, да? Пауза напишу. Ну, чтобы не сбивать. Пауза. Так, и здесь тогда пауза. Пауза. Так, и вот здесь тогда у нас. Так, окей. По крайней мере, сейчас я запущу любой трек. Так, я могу его... Так, играй музыку. Не слышно ничего. Это, наверное, я вот здесь вот намудрил. Давайте вернем play, как было. Так. Так. Разберемся, так, пауза. О, отлично. Музыка играет. С самого начала. И пауза. Так. Ну, ладно, разберемся, почему у нас с самого начала играет. Так, что нужно теперь сделать, чтобы не было вот этой какофонии? Какофонии, ну, смешение звуков. Смотрите. Выбираю первую музыку, играй. Вторую, играй. Третью, играй. И они все играют. Нажимаю паузу. Два трека играет, а третий, последний остановился. Что мы делаем? Нам нужно перед выбором текущей песни, наверное. Ну, я по-простому пойду. Что предыдущую песню мы останавливаем. Смотрите, как сейчас будет работать. Во время выбора песни. Вот, запускаем, да? Выбор песни останавливает музыку. При этом трек выбран. Играем. Второй играем. Третий. Играем. Пауза работает. Отлично. А как сделать, чтобы, если мы нажмем на музыку 1, музыку 2, музыку 3, сразу начало играть? Ну, по-моему, тут очевидно. Ну, просто добавим play. Ну, давайте так и сделаем. То, что за... Так. Исходник этого урока будет доступен по ссылке. Второй трек. Третий. Так. Третий. А если играть, то перематывает на начало и начинает заново. Пауза. Ну, все, ошибок нет. Так, теперь нужно осталось, так как клик наш... Да, из первого урока клик еще работает. Осталось, что сделать. Громкость. Так. Как делать громкость? Для громкости у меня... А, и еще я хочу, может быть, не перематывала, чтобы... Если вот у меня здесь есть... Wait. Ага. Давайте попробуем play. Условия поставим. Внутри аудио у нас хранится условие, что если песня уже была загружена... Вот так сейчас сделаем. If audio.is... Сейчас посмотрим, что там у нас есть, какие свойства. Is... Is paused. О! Если она остановлена... С большой буквы. Is paused. Если остановлена... Так. И так. Если остановлена, то надо не play делать, а resume. Это значит продолжим. Давайте я посмотрю, как там правильно функция пишется. О! Resume. А если только что загружена, то будет играть. Отлично. Так, ну давайте. Клево. А это сейчас с первого... Сначала пойдет. А нет, ну это третий трек и был. Это отсюда пойдет. Это продолжается. Так, ребят. Ну тогда пауза у нас есть, а нам нужен тогда стоп, чтобы перематывало. Давайте сделаем стоп, чтобы мне не жалко. Так. Сдублировали паузу кнопку. Переименовываю ее стоп. Теперь стоп действительно будет. Text. Стоп. И показываю, что якобы на начало такая перемоточка. Так. Называется правильно стопом. В аудиоплеере у нас нет. Теперь у нас вот пауза есть. Давайте сделаем стоп. Теперь. Смотрите, как все просто делается. Просто беру предыдущее, немножко меняю. Стоп. Стоп. И все. И нам причем вот это вот, где мы проверяем из паузит, нам не нужно ничего заносить. Это все за нас делает Roblox. Вот это супер служба. Саунд сервис. Так, значит стоп запрограммировано. Отлично. Теперь нужно на кнопку стоп теперь добавить. Так, во-первых, кнопка стоп. Пауза. Не надо было мне переименовывать. Надо было добавить, но я же не знал, что я буду сейчас делать. Так. Стоп. Отлично. Так, 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 так. Плей, пауза, стоп. Так, сейчас проверю. Стоп с маленькой буквой, да. С маленькой. Стараюсь соблюдать, как везде написано, где с большой и маленькой. Так и оставляем. И так. Играем музыку. Пауза, значит, с этого же места начнем. Пауза. А стоп. Стоп теперь сначала начнем. Играем музыку. Ура. Все клево. Стоп. Так, что осталось громкость. Так, а как же громкость-то делать? Громкость, громкость. Громкость. Ну, громкость. Раз я храню ее в одной переменной. На самом деле, можно, конечно, придумать и хранить громкость для каждого. А, ребята, а зачем хранить? У нас же громкость и так уже хранится. Вот есть. Volume. Во. Его можно и читать, и можно и устанавливать. О, отлично. Тогда вот это вот, current, current volume, не нужно мне. Классно. Так. Все, кнопок больше нам добавлять не надо. Сейчас мне нужно придумать, что же делать. Ну, во-первых, я сделаю сначала заготовку для громкости вверх, громкости вверх. Здесь я назову так. И знаете, здесь я все-таки шаг, с которым мы будем менять нашу громкость. Например, 0.1. Напоминаю, в первом уроке я говорил, что громкость можно изменять от 0 до 10, такое значение. А обычное среднее значение, почему-то не пятерка, а 0.5. Так что осторожно, можно так переусилить звук. Ну, по крайней мере, так в документации написано. Так, bottom-up, volume. Ребята, а я одну функцию сделаю, и ей все буду делать. Change volume. Вверх будет положительное, значение передано, как параметр. А когда вниз громкость я буду менять, так, down. И осталось мне написать вот этот вот change volume audio в нашем модуле. Ладно. Так. Я сюда вставил, чтобы мне не набирать. Опять заготовка. Так, change volume. Так, мы ищем этот трек. Если не загружен этот трек, просто возвращаемся, ничего не делаем. А теперь делаем вот как. Так, давайте я не буду никаких проверок. Я надеюсь, что у нас этим занимается наш сервис sound, не сервис, служба sound service Roblox, что она сама не даст мне не те значения установить. Так, и здесь параметр. Step я его назову. Сюда я передаю. Либо положительное, либо отрицательное. Здесь мы будем прибавлять или отнимать. Надо же. Такой модуль получается, что я его буду сам использовать в своих играх. Так, ну и все. Наверное, должно теперь работать. Запускаю какую-нибудь музыку. Так, ребята. Возможно, там какие-нибудь ошибки. Я их не вижу. Output. Окошко включаем. О, точно. Здесь у нас ошибка. А, говорит button up, button down. А у нас есть такие button. Вот она, оказывается. Ошибки детские, так называемые. Когда что-то немножко неправильно напечатали. Ничего страшного. У кого угодно такие бывают. Так, запускаем. И видно, как кнопки у меня съехали, да? В зависимости от... Я так уж спозиционировал. Ну уж извините. Так, будут отдельные уроки про скрингуи и там всякие, как... Ну, не важно. Так, играем музыку. Пиши. Ура, работает. И не уходит в минус. Так, давайте громче теперь. Ура, работает. Так, а давайте другую включим музыку. У нее громкость должна быть средняя. Да, обычная громкость. Делаем тихую. Делаем паузу. Теперь делаем вторую музыку. Теперь опять первую. И она играет тихо. А сейчас включу третью. И она будет орать. Ну что, ребят. Все. На этом урок закончен. Текст на перемотке можно посмотреть. Плюс я его потом загружу. Третий урок, если появится, то только по каким-то нюансам. Или, возможно, по вашим вопросам. Я считаю, что мы со звуком разобрались. И можем сделать что угодно. Если что, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь. Ставьте колокольчик. Рассказывайте друзьям. Сами делайте свои игрушки. Ну, на этом все.